Добро пожаловать в Одинцово! Добрый вечер! 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 И зрители, которые пришли, естественно, они получат огромное удовольствие от сегодняшнего матча. Было такое серьезное касание сетки. Настолько серьезное, что даже и волейболист Иска отправился подавать. Но там даже трудно. Где-то на нижний трос, что ли? Нет, это мяч все-таки попал. Вот на повторе видим, что это был мяч, что это не было касания. А вот так со стороны действительно первое ощущение было, что кто-то из игроков коснулся. Вот бывает обманчиво. 1-0 локомотив повел. И надо сказать, что, в общем-то, сегодня встречаются команды не только из лидирующей тройки, но и те команды, которые, может быть, в несколько более привилегированном положении находятся относительно остальных участников чемпионата. Поскольку не участвуют в Еврокубках, хотя вряд ли это, наверное, доставляет им большая радость, но зато доставляет большое удобство, поскольку хорошая циклическая работа, возможность вести тренировочный процесс в таком знакомом недельном, но иногда две игры в неделю у нас в чемпионате. Но все-таки режим достаточно такой планируемый и удобный. Я думаю, что любой тренер со мной согласится. Я тоже соглашусь. В данном случае, наверное, более удобно это локомотиву, так как они базируются в Новосибирске и имеют очень длинные перелеты. Практически играя с любой командой, получается длинный перелет. И если еще учитывать тот момент, когда приходилось летать за рубеж на кубковые матчи, было очень сложно. Поэтому мы видим в этом году локомотив, который довольно-таки уверенно играет и закончил лидерами первую половину чемпионата. Ну и есть еще одно преимущество железнодорожников. Они, по-моему, единственные в нашем волейболе, кто абсолютно полностью имел в своем распоряжении на всем периоде подготовки весь состав. Ну, за исключением, может быть, Валерий Комаров там в сборную отлучался ненадолго. Но, по сути, готовились спокойно, полномерно. Так что казалось, что и сборники у них не играли на чемпионате мира. Вот у Искры, в частности, Йохан Шокс там выступал, Алексей Вербов. Так что тут о полном составе говорить не приходится. Но зато команда из Одинцова вот уж действительно и финал Кубка России пропустила. Вот уж кто точно работает в том режиме, в режиме календаря. И каждый свой следующий день знает прекрасно, готовится к очередному матчу чемпионата России. Ну и пока равная борьба у нас абсолютно. Команда демонстрирует, что настроены серьезно, настроены с первых мячей. Мало мы видим ошибок, которые, в общем-то, не редки в таких ситуациях. Я имею в виду начало матча. Так что у нас серьезное сегодня противостояние ожидает. И трудно даже предположить, в чью сторону чаша весов коснется. Вот первая ошибка. Действительно, стоят абсолютно равные составы. Я даже отметил бы, что Локомотив команда более сыгранная, так как большинство игроков выступали и в прошлом сезоне за эту команду. Большинство, я имею в виду, четыре, которые сейчас находятся на площадке. И даже потеряв доигровщика, все равно его место заменил Дубровин. И довольно-таки успешно сейчас выступает. Мы видели по финалу Кубка России. Он отлично отыграл и вписался в этот состав. Ну, заговорили мы об ошибках. Тоже целую серию выдают волейболисты искры и сразу отпускают соперника вперед. Посмотрите, третий раз подряд ошибка в атаке собственная. Ну, где-то, наверное, вынужденная, но, в принципе, можно и не ошибаться в данной ситуации. Передача была неудобная. Блок, наверное, перекрывал все основные направления. Но можно при этом не проигрывать стараться. Нужно не проигрывать, потому что мы видим, что, в принципе, на подаче сейчас Ащев, который не подает мощную подачу. И удивительно, что он все три подачи подал Вербова, одного из лучших принимающих. И Вербов две из них не довел и создал трудности пасующим, который пытался найти крайних нападающих быстрой передачи. И мы видим, что Спиридонов в два раза ошибся. И один раз ошибся Шопс. Ну, я знаю, что у Алексея Вербова проблемы со спиной сейчас имеются. И, в общем-то, некоторые игры мы видели, он пропускал. И сейчас не в самой комфортной ситуации пребывает, поскольку до конца травмы не залечено. И сегодня по разминке должны были принимать решения в Одинцове. Но раз уж вышел на площадку, конечно, должен справляться. Тем более с подачами, которые все-таки в его зону летят. Я думаю, что приноровиться обязательно. Сборная отмечала также по чемпионату. Очень большие проблемы имеются с приемом вот именно такой простой планирующей подачи. На сегодняшний день мячи, если сравнивать с 15-летней давностью, мячи немножко утяжелены. И мяч летит проще, чем он летел 10-15 лет назад. Раньше он вилял значительно серьезнее. Стрелял, он поднимался, уходил в сторону, был легкий. По идее, я думаю, что руководство Международной Федерации приняло такое решение, чтобы, наоборот, облегчить, наверное, жизнь принимающим и защитникам, чтобы мяч больше держался в игре. Но на самом деле, как мы видим, почему-то, опять же, я не могу ответить на этот вопрос, мы видим ухудшение, и простые подачи зачастую приносят больше дивидендов, чем силовые. Пришлось принимать Моссову, он, кстати, неплохо с этим справился, а вот Шобс до пола не добивает уже не первый раз. Павлов. Тоже не было атаки. Куда отскочил мяч? Небольшой все-таки аут, по-моему, тоже был. Да, аут мне тоже показалось, что мяч отлетел в аут. Ну, неплохой отрезок игры продемонстрировали сейчас обе команды. Вот сейчас уже видно, что дорожат мячом, и без надежных ситуаций пытаются отыгрываться они. Ну, и повторно подтвердил, что действительно бау-аут, да, явно. И тут же ошибка в приеме. Опять на планере, кстати, хотя пришлось принимать его снизу, а не сверху, но почему-то так и не угадал. Место, где надо встретиться с мячом сейчас Леоненко. Хорошая подача у Макарова. Получилось 8-6. Два очка после технического перерыва. Ну, я думаю, что, наверное, скорее всего, Леоненко и будут искать сегодня, так как эта игра, мне кажется, из двух, если брать Дубровина и Леоненко, единственное, кто нападает в задней линии, и в этих расстановках, я думаю, Одинцовская искра будет стараться задействовать его в приеме, чтобы не дать ему накрывать за ним. Хотя, из пайпа, да, изглечить, ну, понятно, да, это логика в этом есть. Ну, а мы видели, почему Виталия Мосова пригласили в Одинцово, и почему он получил место в основном составе. Успевал он в сложные мячи в край, и предыдущий выиграл блоком просто очень здорово. Сейчас, ну, не успел, наверное, немного, хотя мы видели, что он-то нормально, наверное, все сделал, а по линии прошел нападающий 9-7. Да, хотелось бы отметить Павлова, то есть игрок, который играет в диагонали, и на сегодняшний день, наверное, по техническим своим данным, один из лучших игроков диагональных, так как этот игрок умеет выполнять фактически все элементы. Я бы сказал, что он хорош в атаке, человек, который не только силой выигрывает, а умеет менять темп нападающего удара. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что от его игры зависит вся игра локомотива. Как выглядит Павлов на площадке, так и мы можем наблюдать такую же игру, уверенную его командой. Да, умеет он и быстро сбивать, и затягиваться в воздухе под руки, мяч часто блокирующих пролетает. Здесь действительно надо отдать должного разнообразия. Ну, а Спиридонов классной подачей сравнивает счет. Вроде бы такое серьезное лидерство было у новосибирцев. Ну, как-то совсем легко они его растеряли. Ну, вот сейчас Леоненко помогает. Такая отчаянная даже в чем-то атака была, потому что мяч едва ли не в лицевую линию ударился. И причем на групповом блоке он атаковал. Там непросто было найти, куда направить мяч. Давайте посмотрим. Вроде бы все перекрыто. Чуть-чуть линии оставили и поплатились за этого игроки Одинцова. Но это не специфический удар для Леоненко. Он, в общем-то, игрок ходового плана, атакующий ходового плана. И я думаю, что Одинцовская искра ему целенаправленно оставляет линию. Мы немного увидим еще ударов в его исполнении, ударов по линии. В основном он атакует ход, поэтому перекрывается сильнейший нападий. Он опять ищет Леоненко на приеме. Посмотрите, пытаются все-таки его убрать с нападения. Ну, на самом деле он так нервничает, да? Видно, что нервничает. Такие приемы не самые качественные. Вот сейчас Будько просто выручил в данной ситуации. Грамотно отыгрался от блока. У него вариантов-то немного было. Ищут на приеме, естественно, сильнейшего нападающего, чтобы выбить его из равновесия, потому что, как я сказал, что очень зависит игра Локомотива от игры диагонального. Второй нападающий – это Леоненко. На нем, как бы, тоже держатся все моменты, при которых мяч не доводится к сетке. То есть высокие сложные мячи отыграют эти два игрока. Поэтому я думаю, что Одинцовская искра пытается выключить его из игры, заставить нервничать и тем самым, наверное, облегчить себе как-то задачу. Да, сейчас вот был типичный момент, когда прием летит за три метра. И, естественно, находясь на передней линии, отыгрывается Леоненко, потому что он, мне кажется, что выглядит сильнее с высоких передач, чем Дубровин. В атаке с высоких передач, чем Дубровин. Нет, ну это, естественно, Леоненко уже и опыта побольше. И в прошлом году даже он мелькнул в списке кандидатов в национальную команду, но в расширенном таком большом. Но это тоже уже достижение для игрока, который еще совсем недавно в высшей лиге выступал. И трудно было сказать, что у него карьера начнет складываться так удачно. Подстраховался сейчас немножко Павлов в этой атаке. Не стал Исковать, а вот Шопс, по-моему, едва ли не впервые сегодня проходит у него атака. И если Шопс начнет забивать, это уже будет еще серьезнее, поскольку Иска перестала ошибаться с какого-то момента. Вот тайм-аут очень они плодотворно использовали. Мы видим, да, перестала ошибаться, усилили подачу. Посмотрите, она на подаче уже несколько очков выиграли. И по-прежнему целенаправленно подают в Леоненко. Не первый игрок выходит на подачу и целенаправленно подают в Леоненко. Видно, тренер поставил задачу и команда пытается выполнять эту задачу. И мы видим, что результат приносит, эти подачи приносят результат, потому что догнали и вот сравнялись они практически с локомотивом. Спиридонов сегодня что-то по мячу не попадает, уже третий раз. И именно по мячу не попадает, поскольку так он его не закрывает кистью, не техничный удар получается далеко. Но это желание посильнее забить, вот оно не на низ. Да, он очень эмоциональный игрок. И я думаю, что выход-то нормальный у него. Просто, наверное, раньше времени, если так можно выразиться, он выполняет нападающий удар, пальцами цепляет мяч. Мяч лечит очень быстро и теоретически в данном случае очень в него нужно попасть. Если ты раньше выходишь, это сложно сделать. Гирьем Самика появился вместо Спиридону. Это, конечно, серия ошибок не могла, скажем так, остаться безнаказанной со стороны наставника команды Одинцова. Мне показалось даже, что сетка была сейчас у нападающего. Ну, надо посмотреть, конечно, этот момент. Мне показалось, да, что он, когда нападал, коснулся сетки. Ну, если коснулся незначительно. Все-таки такого явного коса не было. Но он был. Так по эпизоду, да, могло быть. И, может быть, и было. Но тут арбитр Навышкова все-таки следит за мячом. И вот сейчас внимательно следит в этот момент Владимир Олейник из Москвы. Я его, кстати, похоже, не представляю.